Финтэч стартап Традиционные банки столкнулись с тремя факторами, которые сказываются на оттоке клиентов. Это многочисленные финтэч стартапы, интернет-банкинг, который дает доступ к личной финансовой информации в удобной цифровой форме, и регуляторы, которые позволяют всем этим выскочкам получить данные пользователей с их согласия. Многочисленные приложения предлагают объединить данные различных банковских счетов, кредитных карт и пенсионных сберегательных планов в одном месте. Это дает клиентам полное представление о своих финансах. Стартапы предлагают уместить всю информацию на смартфоне, в удобном мобильном предложении, что для большинства банков выглядит неуместным. Зе Нью-Йорка Несмотря на нестабильное состояние рынка и на трудности, которые переживает российская экономика, для авторынка внезапно появилась новая надежда, пишет немецкое издание DeWalt. Декрет 166. Документ, который определяет новый механизм поддержки иностранных автопроизводителей, которые локализовали производство в России. Является той силой, которая стимулирует западноевропейских автопромышленников инвестировать в Россию. В документе говорится, что любой иностранный производитель легковых автомобилей может получить льготные импортные пошлины при условии, что произведет в Российской Федерации не менее 300 тысяч автомобилей в год. Документ вступает в силу со следующего года, однако автоконцерны стали спешно увеличивать инвестиции в свои производства в России еще до начала украинского кризиса, говорится в статье DeWalt. Власти Саудовской Аравии могут увеличить уровень долга до 50% от ВВП в течение пяти лет, сообщает Financial Times. К сравнению, ранний размер долга прогнозировался на уровне 6,7% в текущем и 17,35% в 2016 году. А работа по доработке программы облигаций, скорее всего, начнется в январе, сообщил газете «Один из чиновников». При этом некоторые банки уже направили руководству страны свои предложения по возвращению королевства на международные рынки. Власти Саудовской Аравии тем временем обдумывают возможность создания ведомства по управлению долгом. Решение разместить облигации подчеркивает влияние падения цен на нефть на доходы королевства. Валютные резервы страны снизились в 737 миллиардов долларов в прошлом году до трехлетнего минимума в 647 миллиардов долларов в сентябре текущего года. Financial Times. За три дня до прошлогодних президентских выборов в Украине сотрудники Центральной избирательной комиссии, придя на работу, обнаружили себя на фронте одной из самых жарких кибервойн в мире. Пока они спали, прокремлевская группа хакеров, называющая себя Киберберкут, ночью атаковала их оборудование. Целью была парализация онлайн-системы для регистрации результатов и явки на выборах. Программное обеспечение было уничтожено, жесткие диски повреждены, настройки маршрутизаторов нарушены. Даже главная резервная копия исчезла. Как пишет американское издание Wall Street Journal, масштабы нанесенного вреда ошеломили специалистов. Это было как ледяной душ, сказал Виктор Жора, директор украинской IT-фирмы InfoSafe, который участвовал в подготовке сети к выборам. Это действительно был первый удар в кибервойне. Всего через 72 часа украинцы должны были отправиться на избирательные участки и укрепить легитимность новой прозападной власти. Отчаянно нуждающиеся в крепком тыле для введения войны на востоке страны. Если бы комиссия не смогла предоставлять результаты в режиме реального времени, сомнения в легитимности голосования могли бы расколоть страну. Wall Street Journal Субтитры создавал DimaTorzok